...некая такая реплика R&D, которая должна работать с новыми направлениями, которые рождаются в технологическом мире. Кайбер-леджер у нас появился, скажем так, на радарах где-то так в 16-м году, значит, мы к нему подходили больше как наблюдатели, а потом осознали, что наблюдатель — это очень комфортная, но неправильная позиция, если хочешь быть квалифицированным и таким, знаете, мастером с черным поясом. Поэтому случилось невероятное, случилось невероятное в смысле для сбербанка, для любой технологической компании — это естественно. Мы вдруг и так наступили в Linux Foundation, что, в принципе, неестественно для банков, тем более размеры сбербанка. Зачем мы это сделали? Ну, по сути своей, это смена взгляда на себя как на участников процесса создания новых технологических платформ. То есть, либо ты потребляешь, либо ты создаешь. Поэтому сейчас, собственно говоря, тема расстойных веществ, вопчейна, в банке оформилась как уже отдельное направление. То есть, в Европе, как бы, дают зуб. Зуб дают на течение, значит, денег дали. Значит, собственно говоря, поэтому здесь мы собираемся сами. Но помимо денег нужно же еще, собственно говоря, поработать с сообществом, с ВМИКом, иметь компенсационных специалистов. Так вот мы еще, собственно говоря, набираем команду специалистов, которые будут полноценно развивать несколько направлений внутри, для того, чтобы мы могли разговаривать в плоскости платформ, в плоскости бизнес-сервисов и положений, по-моему, не новая, а на ты. И для нас крайне важно, скажем так, не витать в облаках, потому что наши собственные опыты экспериментов с разного рода приложениями зачастую порождает большой такой патчик, который кладется в стол, и какая-то такая небольшая, то ли, некая патчика, папочка такая, которая потом, наверное, где-то там революционирует в будущем, в более-менее такие промышленные решения. Поэтому для того, чтобы это было осознанно и востребовано, грамотно, как по практике дизайна решения, нужно общаться с аудиторией. Мы здесь собрались, чтобы общаться с аудиторией, и хотим от вас услышать, наверное, неподдельную критику, не стесняйтесь, как бы в критике, и выдавайте, собственно говоря, свои мысли. Для нас важно, чтобы восприятие непосредственно хайпер-лэджа как явления и как формирующийся интерпрайз, скажем так, практики технологической, нами было поддержано не на словах, а на деле. Ну, собственно, мы здесь не исключение. Мы входим в состав членов КП-консорциума, и, по сути, это, наверное, один из самых крупнейших, который сейчас на текущем инфекционировался. Не буду обрадить леку тех, кто вам расскажет про это, более подробно, потому что у нас присутствует коллега из компании E.M., который, ну, который, по-моему, сколько-то вся человек, по-моему, работает над хайпер-лэджем, если я не буду обманывать, но значительная группа разработчиков инвестирована именно в развитии инструментов и среды, платформы как таковой. Мы тоже себя не ограничиваем, стримим себе цифру, но подробнее от Володи. Передаю ему слово. Раз-раз. Какой громкий микрофон. Здравствуйте.